Ну а сколько еще Брюссель будет просто наблюдать? Большой вопрос. Но в итоге, что бы ни решили каталонцы, испанское правительство, будущее этого региона должно учитывать очень простой факт. Жить-то надо будет. В Евросоюзе? Пока что в Еврокомиссии подчеркивают, они на стороне центрального правительства. Но что будет, если Мадрид все-таки проиграет, а каталонцы все же заявят о выходе из Испании? Что тогда? Да. Вот об этом и спросим нашего корреспондента в столице Евросоюза Елену Абрамович. В том случае, если реализовываться будет все же негативный для Испании сценарий. Есть ли у европейских властей четкий план, как действовать? Лена, приветствую. Скажи, вот чего ждать от европейцев? У них есть план Б, так называемый, на тот случай, если Каталония все же отделится? Алексей, позиция Брюсселя по поводу Каталонии твердая. Референдум незаконен, насилие это, конечно, плохо, но правительство испанского премьера Рахоя обязано защищать испанский закон. Плана Б у европейского руководства в этом вопросе нет. По крайней мере, о нем никто не рассказывает. Брюссель не хочет никаким образом ввязываться, как тут постоянно повторяют, во внутренние дела Испании. Да и не имеет права, пока Мадрид сам не попросит. И тут имеется в виду именно испанские, а не каталонские власти, так как в заседаниях Совета ЕС участвуют представители власти именно Испании. Другие государства Евросоюза даже не осмеливаются первыми поднять этот вопрос. Например, в эту среду почти целый день послы стран Евросоюза заседали. Это регулярная встреча. Вопрос в Каталонии не был в повестке дня. И многие надеялись, что участники от Испании воспользуются своим правом инициировать дискуссию. Но этого не произошло. Еще одна причина невмешательства – это то, что испанский премьер-министр представляет еще и главную политическую силу ЕС – Европейскую Народную Партию. Туда же входит и президент Еврокомиссии Жан-Клод Йонкер и Евросовета Дональд Туск. Линия партии тут одна – целостность Евросоюза и стран, которые в него входят. Любопытно, что провести дебаты по Каталонии пыталась группа депутатов Европарламента. Но утвердили их идею только при условии, что тема будет звучать как верховенство права в Испании в свете событий в Каталонии. В общем, пока европейские власти всячески подчеркивают, что будут и хотят иметь дела только с Испанией. И именно с Испанией. А если Каталония хочет уйти, то ей придется попрощаться не только с центральной властью в Мадриде, но и с Брюсселем. Алексей. Ну что ж, посмотрим, будет ли достаточно вот такой сдержанной позиции европейских властей, чтобы заставить каталонцев отказаться от проглашения независимости. Напомню, они намерены это сделать уже в понедельник, 9 октября. Елена Абрамович, наш корреспондент Брюсселя, была на связи со студией подробностей недели. Елена, спасибо большое за работу. Продолжение следует...